В этом вельми пригожем месте, недалеко до речи от белорусской мяжи, целый тыдень компания Мостаков жила и писала картины. На жаль, сам процесс мы не бачили, а левось выники поглядели. Удалось ли что-нибудь нарисовать за вот эту неделю? Удалось, но я сосредоточилась только на деревьях, на березовую рощу, которая так мне понравилась, так не удалось совсем, как хотелось. Потом я смотрю коллегам тоже, эта березовая роща очень понравилась. Но это природа, это такая радость, быть природой в таком прекрасном времени. Время было замечательно, лучше для живописи не бывает. А вы первый раз на таком пленере здесь? Я была в прошлом году тоже пленера, но это Бильнюс, это город, это совсем другое настроение, город, это всегда такое, ну, довольно, ну, как сказать, сложнее. Сложнее, это то, что город представляет, он всегда сложнее, с архитектурой и люди. И у нас такой режим был, что надо во время туда-сюда быть, а здесь мы так, ну, отдохнули, как божье ухо, я бы сказала. А не было такого желания просто вот лечь на природе, лежать и ничего не делать, потому что наконец-то выбралось на неделю? Ну, было такое, но я как-то не успела, еще не успела. Писать в природе и находиться в природе, это уже есть, это релакс, как коллеги работают, так интересно быть. Среди своих коллег, коллег, которые работают, ну, так страстно работают, так красиво работают, это тебя тоже так вдохновляет. Вот это все эти такие впечатления, которые должны как-то, ну, еще так, ну, выработаться. Но сколько месяцев работы впечатлений вам хватило? Прошлый год мне пара месяцев хватало. Я сделал, я прошлый год делала каталог своих картин, и те оба, которые я сделала после прошлого пленера, ну, большие метр-двадцать на метр, они тоже вышли в этот каталог, вот так что постепенечку, постепенечку. Приехали на пленеры и витебские мостаки, які уже дауложивуть у Израиле. По дорозе у Литву у пары узникли некоторые складаности, тому неколький день мероприемствовал, и они пропустили. Для вас заменилось целиком все краевиды, пейзажи, да, вокруг, вот узгадалось, вот это белорусское, вот ваше почутце, да? Ну, такое чувание, что мы в Беларуси, там житё вельми динамичное, и, ну, я дома, что там раз отбывается, а тут так тихо, повольно, спокойно, и мы отпоживаем тут душой, и вельми счастливы, что нас запросили сюда на пленеры. А что цякавей малевать пейзажи, вот ты, израильские, ци мясцовые? Конечно, мясцовые, Бождика. А чему? Ну, по-перше, тут гэта близко нам, плюс вельми шмат историчных таких объектов архитектурных, артефактов, які можно и пачуть, и прынять гэта близко, и выразить гэта на халсте потом, намалевать. И гэта вельми уражуе, то, что мы тут, то, что тут тихо, нету такого шуму, руху такого, поэтому мы вельми, ну, нават заздростим сами собе. То, что мы тут... А летое, а почему долго марили. А кольки годов вы не бачили там Беларуси, цей такой природы, как... Мы последний раз в Беларуси были в 19-м годе. Вот с той поры и не бачили такой природы. Цей удалося створить хоть несколько працев за гэта, там, три дни у вас отрималося, да? Я три працы зарабил, каждый день по одной. Ну, а я третью шыни дописала, а две уже намалявала. И гэта уся пейзажа, так? Гэта больше... У философским накерунку таки працы. Мне не вельми подобается только пейзаж малявать, наприклад. Ну, калі мы сюды ехалі, мы заехалі і у Павловскую республіку, і у вёску з кастёлам. І мы заехалі шы в палацы, тут недалёка майон так пагляделі. І адразу народілася у мене така ідея, што трэба намаляваць таку, пагэтам, легендам картіну. І я адразу пачала маляваць картіну, яку я назвала «Па слядах стауры і гауры». Вуглі плейнеры для мастаков гэта класна, і як часто гэта класна, ці гэта такой ведэцця, ну, просто адпачыць з'яззець. Можа, так людзі не разумеюць, што для мастака, які працюя адзіну майстерні, вельмі важна, калі пабач знаходяцца такі ж мастакі людзі, як Єон, з такімі ж мэтэмі. І таму гэта вялікая салода, што мы ў гэтыма сяродзі можам паразмауляць, адзін аднаго добра разумеюць, бо так нас людзі не вельмі разумеюць, думыць нэнкі вельмі дзібакі. А то, а то, з полуслова, адзін аднаго разумеюць, і плюс тут сябры з Вітіпскою, ось яких ми даўну не бачылі, і навіны тут, і ураджыні, ми просто шаслёвы вельмі. Тобак наступны год абывязково знов? Ну, калі запросіць, бо мы пі у першыню. Мы спадзіямся, бо за ўсі гэты гады толькі нас першы раз запросіли на беларускі пленэр. А до гэты пары мы супрацонічылі с украінцэмі. Єзіли на пленэр і во Львов, і в Гданськ, і в Грузію. А вось з беларусамі ў першыню. А леш для нас вельмі важна з беларусамі праводзіць пленэры, бо нам тут борз цікаво. Насам рэч, товарыства беларускай культуры ў Вільні праводзіць такіі пленэры для беларускіх мастакоў што год. Гэты був ўжо сьомым. Правда, ў пэўный момент была пагроза адмэны. А лі выратаваў дэпартамент національніх меншасцяў пра ўрадзі Літвы. Адколь з'явілася така ідея, і чаму ў вогулі мастахі пагаджаюцца на таку тыдзінь, дзісті, разам, пірошкаджаюча адзін адному, але прыгэтым маляваць карціны? Ну, калі казаць, ідея шы далёкая з дзятінства, калі я там з астаражытны гістарычна і дзісіншчыны, дзе був знакомітый мастак, язэп Дроздавіч, які ўсё ходзів і маляваў. І таму вось пасля був створеный центр Дроздавіча, які праводзів пленэры, там і ў мені зявілася ўсамаго така ідея, чыму б не заняться правядзеннім гэтых пленэров. І ўжо ставшы старшынёй ТБК-товарісту беларускай культуры, падымав заняться гэтым ўсурьоз, был знайомы з нікаторыма вибітными беларускаймі мастакамі, паразмавлялі, пагаварылі і, здаецца, ў семнадцатам годзі, ўжо докладна не скыжу, прывялі першы мастацкі пленэр. Але гэты мастакі з Літвы ціне? Тады былі мастакі з Беларусі, тады былі выключны беларускі мастакі, зараз ўжо, на жаль, палітична сітація зусім іншыя. І тут ўжо беларускі мастакі паходжыні, як правіла, але з Беларусі мастако ўжо няма. За гэты і сям гадоўці з'явіліся такі карціны, каторые стали, ну, не ведаю, шыдеврымі ці, ну, трапілі ў някі прыватны, знакаміта і колекцыі, да, на какого форта? Ну, знакаміта і не ведаю. Могу сказаць, што някалькі выстав было ў Соймі, някалькі выстав было ў Міністерстві замежных справ, а пара карціны булі депутаты Сойма. Адна карціна ўжо чотири гады вісіць, до речы, ў кабінеці Жегіментапаса Павільоняса, які займаецца справами па Беларусі. Тому такі ось, можна сказаць, ці былі карціны. Але гэты ўсё ж такі, більш, напэвно, знайомые, да, ваші мастакі, ці знайомые па між сабой, а не некі конкурс там, типу, набіраем молодць? Так. Звычайна, я комусь з мастаков давяраю гэты працэс, набраць мастаков для пленэра. Яны лепш шведаюць і сябе, і стылю яких працуюць, там овась так. Дякую за перегляд!